В Тимуревской детской школе искусств состоялась встреча с человеком, в чём творчестве отражается любовь к своей родине, патриотизм к нашей стране, с нашим молодым земляком, композитором Олегом Андреевым. Он рассказал о своей работе, играл на рояле, показывал фрагменты своего концерта, посвященного Великой Отечественной войне. ПЕСНЯ Многодетная семья Андреевых переехала в станицу Тамань из города Героя Волгограда, когда Олегу было пять лет. Через год, в неполное шесть, он пошёл в общеобразовательную школу и станичную детскую школу искусств, где обучался игре на домре и фортепиано. Ещё в годы обучения в школе Олег начал писать музыку. Его детско-подростковые произведения были искренними и задушевными. И уже тогда его музыка несла трагические нотки военных событий родного города Волгограда. ВОЛГОГРАД Родители Олега во всём поддерживают своего младшего сына. Его отец Сергей Александрович бережно хранит газетные публикации и многочисленные награды. Среди них грамма Татаманская детская школа искусств, датированная 1998 годом, отмечающая успехи Олега в фестивале «Пять плюс» и диплом международного конкурса в Финляндии, где молодой музыкант занял второе место среди солистов-пианистов. Мама Олега Ларисы Васильевны является членом литературного объединения «Вдохновение» при Доме культуры «Станицы Тамань». Многие её стихи – о Великой Отечественной войне, о медсёстрах и связистах, моряках и поварах, кормивших солдат победы. Уже несколько лет Олег пишет музыку на стихи своей мамы, ведь её произведения – это порой истории реальных людей. Моя мама, она просто сделала огромную, огромную, что скажу, именно работу как учёный. То есть она опалась в материалах, она архивные данные поднимала, интернет, вот, всё, что в потребу. История, она очень трагическая, то, что была большая улица в городе, где мама жила. В Кемерово. В Кемерово, да. Там жила ему прапабушка, которая часть жизни, вот, прожила в Тамане, последнюю часть жизни. И её сын, Гена, он отправился на фронт, и со всей улицы пришёл только Малин. За всех погибших в сердце боль, за всех пропавших и умерших один я с улицы пришёл. Сейчас Олег Андреев проживает в Ростове-на-Дону. Он имеет студию звукозаписи, занимается аранжировкой, работает концертмейстером в Оксайской детской музыкальной школе, поёт в хоре мужского монастыря, преподает в воскресной церковно-приходской школе, готовит к выпуску книгу «Десять секретов подбора по слуху». В самое ближайшее время Олег Андреев пообещал переехать в Семерюх с концертом и провести мастер-класс в детской школе искусств.